Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 137. Если муж неверующий, то можно ли научить его вере? Можно ли по любви выйти замуж за неверующего? Ответ Игнатия Лапкина. Первое Коринфянам 6.12.10.23. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. На слово «можно ли» ответ приходит из райской обители. Бог сотворил нас по своему подобию, потому мы и наделены страшным и дивным даром – свободой. Жена не должна мужа учить, но ей заповедано учиться и быть молчаливой. Первое Тимофею, вторая глава, 11.12. Жена доучится в безмолвии со всякою покорностью. А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Первое Коринфянам 14.35. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Этот регламент дан для семьи, где муж верующий, но если он споткнулся, то вместе с ним падает и его кафедра. Отныне он пусть учится у благоразумной супруги, она может его учить святому. Первое Коринфянам 7.16. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Сложнее дело, когда парень верующий, а она не верующая, или наоборот. И вот она тянется туда, в мир, к учерявому полузнакомому Аглаиду. Второе Коринфянам 6.14. Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Это противоестественно, совершенно ненормальное явление, аномалия в природе. Христос, когда послал нас в мир, то предупредил. Наши отношения с миром весьма ограничены. Матфей 10.16. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Овечка тянется к волку, и что от нее будет? Не про это лепела еще в детстве, что останутся бабушки рожки да ножки, И рога наставят тебе неверный твой, неблаговерный, и ножки твои не помогут. Цветок сорван, и он ушел. Неверующий — это уголовный кодекс с полным его нарушением в душе, уже готовый на все тяжкое. Только бы случай представился. Нет. Не торопись к сатане в пасть, помолись и дожди свои доли у Бога. Иеремия, 29 глава, 11 стих. Ибо только я знаю намерения, какие именно о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Второзаконие, 30 глава, 15-й, 19 стихи. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетели перед вами призывай сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Первая Коринфянам, 7 глава, 39 стих. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. И если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова